Настоящий гигант в мире ядовитых существ, королевская кобра, выделяется своим уникальным охотничьим стилем. Вместо привычной добычи, этот грозный хищник предпочитает более серьезные цели, включая самых опасных соседей. А порой схватка может развернуться даже между себе подобными. Привет, друзья! Сегодня наш герой – королевская кобра. Эта змея не только крупнейшая среди ядовитых, но и одна из самых впечатляющих на планете. С длиной тела, иногда превышающей 5 метров и весом более 10 килограмм, она обладает удивительной ловкостью. Ее скромный вес и развитые мышцы позволяют ей молниеносно передвигаться, что играет ключевую роль в охоте. Королевская кобра обитает в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии, где, как и другие змеи, растет всю жизнь. Она считается одним из древнейших видов, сохранив свой облик на протяжении миллионов лет. Даже в современном мире эта змея чувствует себя превосходно. Благодаря своему внушительному охотничьему арсеналу, большие глаза обеспечивают ей отличное зрение. Особые рецепторы на коже улавливают малейшую вибрацию в земле и воздухе. А развитый язык и орган Якобсона формируют настоящую химическую лабораторию, анализируя состав веществ в окружающей среде. Остаться незамеченным в присутствии королевской кобры практически невозможно. Узнать о ее приближении задача не из легких, учитывая ее способность плавать и перемещаться по деревьям. Эта змея – настоящий мастер скрытности и неожиданности, что делает ее одной из самых захватывающих и опасных рептилий на планете. Эта рептилия предпочитает выходить на охоту в темное время суток. Однако грызунам, мелким копытным и птицам можно спать спокойно. Кобра охотится на своих ядовитых сородочей. Обнаружив потенциальную жертву, змея может долгое время ее изучать. Но стоит жертве попытаться сбежать, молниеносная атака быстро пресекает ее попытку. Королевская кобра умеет регулировать количество яда, которое впрыскивает в добычу. И даже минимальная доза значительно превышает необходимое количество для усмирения противника. Мощные челюсти рептилий не только вводят токсин, но и сдавливают жертву с невероятной силой, практически исключая возможность побега. После успешной атаки, не разжимая челюсти, кобра медленно перемещается к голове жертвы, чтобы начать трапезу. Из-за вытянутого тела добычи, проглатывание не составляет для нее труда. С учетом медленного обмена веществ, такая трапеза надолго насыщает кобру. На недели или даже месяцы. Королевская кобра охотится даже на особо ядовитых соседей. Например, индийская кобра, одна из самых опасных змей Южной Азии, может стать ее жертвой, несмотря на свой ядовитый укус. Королевская кобра вырастает до более чем пяти метров, в то время как индийская достигает лишь двух, что делает ее легкой добычей. Агрессивное поведение жертвы ничуть не смущает королевскую кобру, ведь на нее почти не действуют токсины других змей. Стремительные атаки королевской кобры обычно не оставляют жертве шансов на ответ на удар. Ее нейротоксины за считанные минуты обездвиживают добычу, а жалкие попытки сбежать пресекаются мертвой хваткой и вращением. В таком положении кобра уязвима, поэтому она не дожидается полного действия яда и начинает закладывать свою еще живую соперницу. Но иногда на пути одной королевской кобры встает другая. Эти встречи двух гигантов могут напоминать брачный ритуал, но часто превращаются в смертельную схватку. Важная деталь. Самка может быть беременна и превосходное обоняние подсказывает самцу, что нужно избавиться от чужого потомства. Хотя королевская кобра менее чувствительна к яду, мощный укус и порция токсинов не оставляют шансов на выживание. Самка может быть огромной и чтобы проглотить ее целиком, самцу потребуется не один час, но он справляется с задачей. Королевские кобры нетерпимы к конкурентам и встреча двух взрослых змей часто оборачивается жестокой схваткой за территорию, пищу или самку. Проигравший с высокой вероятностью становится обедом победителя, что знаменует полное господство. Борьба за самку между двумя равносильными самцами часто принимает форму ритуального поединка. Сначала они пытаются запугать друг друга, но если это не срабатывает, они прибегают к последнему средству физической силе и выносливости. Соперники пытаются прижать друг друга к земле, вынуждая признать поражение. Такая битва может длиться многие часы, пока один из них полностью не иссякнет. Мускулистое тело кобры позволяет ей подниматься над землей до полутора метров, что в сочетании с устрашающими звуками и раздутым капюшоном часто имеет потрясающий эффект. Когда самка охраняет кладку, ее агрессивность и токсичность яда заметно возрастают. Укус взрослой королевской кобры может быть фатальным даже для слона, поэтому у нее нет естественных врагов, кроме других кобр. Незадолго до вылупления детенышей самка покидает гнездо и отправляется на поиски пищи, чтобы не съесть собственное потомство. Маленькие змеи, вылупившись, сначала питаются оставшимся желтком яиц, но уже через неделю им предстоит найти живую добычу. В столь юном возрасте они уже обладают сильным ядом и молниеносными рефлексами, что делает их опасными охотниками. Однако скромные размеры делают их мишенью для многих хищников. Из кладки в 30 яиц до взрослой жизни обычно доживают не больше двух особей. Но достигнув впечатляющих размеров, кобра может прожить в естественных условиях более 20 лет. Несмотря на опасность для человека, на большей части ареала охота на кобры запрещена, поскольку браконьерство и уничтожение среды обитания поставили вид под угрозу исчезновения. Тем не менее, их владения остаются обширными, поэтому местным рептилиям точно не стоит расслабляться. Если вам понравился выпуск, ставьте большой палец вверх, комментируйте и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Берегите природу и всем пока!